Привет, друзья! Отгремели салюты из китайских петард, заветрилась на столах селедка под шубой, начали осыпаться елки. А все это говорит лишь только о том, что мы удачно встретили с вами новый 2020 год, начало которого предлагаю знаменовать обзором гибридной новинки JT Audio UA3. Хочу напомнить, что JT Audio является суббрендом или дочерним филиалом, хорошо известной всем компанией FIO, которая выпускает более бюджетные и доступные продукты. И вот чуть больше месяца назад, выпустив на рынок свою первую гибридную модель UA3 с балансным излучателем от ноуса всего за 49 долларов, произвел настоящий фурор среди любителей хорошего и недорогого звука. В итоге люди кинулись покупать новинку и буквально за пару недель раскупили все. В настоящее время новинка недоступна для покупки в фирменном магазине на Алиэкспресс, но продавец обещает в скором времени исправить эту ситуацию. Поэтому желающим прикупить ее нужно держать ухо востро. Итак, Новый год, JT Audio и обзор. Приятного просмотра, друзья! Розничная упаковка наушников JT Audio – это один в один розничная упаковка от бюджетных решений FIO. Насколько я помню, Bluetooth-ресивер FIO BTR3 был упакован в похожую коробку, пластиковый низ, картонный верх, на котором указали всего лишь название бренда JT Audio и, естественно, разместили наклейку Hi-Res. Сзади указали гибридную схему наушников и адреса компании, на всякий случай, если вдруг вы захотите приехать к ним в гости или посетить их с экскурсией. Не удосужились указать даже характеристики, но о них я поведаю вам сам. Производитель позиционирует новинку как улучшенную версию популярных наушников от FIO – FIO-FH1 с более сбалансированным взрослым звуком. EA3 имеет гибридную схему и следующую конфигурацию. Каждый корпус оборудован одним крупным динамическим излучателем с мембраной из полимера, размер которого равен 13,6 мм и одной обновленной балансной арматурой NOLS33518. Диапазон воспроизводимых частот 5 Гц 40 кГц, чувствительность 108 дБ, сопротивление 18 Ом. Интерфейс разъемов 2 пин по 0,78. В комплекте наушников мы, естественно, найдем сами наушники, съемный кабель, всего три пары очень темных мягких силиконовых амбушюр, которые совершенно мне не понравились, три пары серых силиконовых амбушюр с красными сердечниками, которые уже пожестче, но которые также мне не понравились, мануал, приятный тканевый чехол на замке и хомут на липучке. Кабель новинки, я считаю, достался очень классный, выглядит он, конечно, не броско, но вполне аккуратно и, главное, стильно. Но он четырехжильный изготовлен из посеребренной бескислородной моно. Кристаллической меди покрыт полупрозрачной светлой оплеткой, оборудован скромным по нынешним временам алюминиевым штекером, таким же выдержанным в общем стиле разветвителем с логотипом, небольшим ограничителем, бегунком заушинами из силикона, подогнанными под форму уха и полупрозрачными вилочками с коннекторами по 078. Есть световая разметка каналов, красный это правый и синий, естественно, это левая. Самое странное, это то, друзья, что они, эти вилочки, не полые, то есть не имеют форму так называемой юбки, которая надевается сверху на выступающий из корпусов разъем, а держится просто на коннекторах. Это, конечно, немного странно, но я считаю, играет нам на руку и облегчает подбор и замену штатного кабеля на что-нибудь свое. Корпуса наушников очень даже компактные, как можете видеть, изготовлены полностью из акрила, в нашем случае серого цвета. В природе встречается еще голубая модель. Конструкция не монолитная, можно заметить, что фейсплейты здесь приклеены отдельно, о чем свидетельствует вот этот аккуратный шов в месте соединения двух частей. Сами фейсплейты имеют приятный серо-дымчатый окрас, а в центре них красивым шрифтом нанесли названия бренда Jade Audio. Рабочая сторона полупрозрачная, здесь первым делом в глаза, конечно, бросается этот огромный динамик, занимающий с собой почти всю полость корпусов, а вот арматурный излучатель мы не увидим, потому что размещен он внутри металлического звуковода, который расположен под заметным углом, оборудован заметным бортиком для удержания. Амбушюр и сверху прикрыт слегка выступающий над краем звуковода выпуклой и не очень аккуратной металлической сеткой, а если на нее нажать, то она прогибается. И мне это не очень нравится, главное, чтобы со временем она не отвалилась и не провалилась внутрь. Компенсационных отверстий на корпусе всего два. Одно расположено в центре сразу над динамиком, а второе совсем маленькое вот здесь, рядом с разъемами, которые, как я говорил, уже расположены на выступающих пластиковых площадках. В целом, согласитесь, дизайн не броский, не удивительный. Похожие оформления мы с вами могли видеть и не один раз в прошлом году у многих-многих производителей. Благодаря своим компактным размерам наушники удобно размещаются не только в мужских ушах, но и в небольших женских, позволяя достаточно долгое время прослушивать музыку без ощущения дискомфорта. А перед тем, как перейти к описанию звука, хочу дать вам дельный совет, друзья. Не поленитесь и потратьте свое драгоценное время на подбор подходящих амбушюр к этим наушникам, потому что их звук склонен меняться в зависимости от того, что на них напялить. Например, идею использовать стандартные я отмел сразу и остановился на новеньких, красивеньких и оранжевеньких CP145, которые приехали ко мне в канун нового года и с которыми звук мне показался наиболее интересным. Да, и, конечно, удобные они. А, ну и давайте покажу вам тот зазор, который остается после подключения кабеля к наушникам. Вот так выглядит эта конструкция. Ну, а то, с чем слушал и на чем, вот оно, друзья, все перед вами. Итак, друзья, считаю, что компания не зря так страстно хайпила в соцсетях и на аудиофильских форумах свою новинку, ибо она действительно удалась. Конечно, опытные седые и пробитые аудиофилы, как всегда, найдут множество недостатков, но лично для меня в этой модели за 49 баксов недостатков попросту нет. EA3 хорошо сбалансированный, обладает очень объемным, энергичным и насыщенным звуком с неплохим уровнем детализации во всех регистрах. Если посмотреть на заводской график, то можно заметить, что края диапазона относительно середины находятся выше, и эти наушники можно, наверное, отнести к вишкам, но совсем лишь условно. Да, красная линия на графике – это наушники FH1, а голубая – это наши EA3. Низкие частоты, конечно, заметно форсированы благодаря огромному динамику, и это очевидно, здесь очень хорошо ощущается телесная масса и мощь. При этом бас очень дисциплинированный, упругий, с заметными и неплохо почти всегда раскрытыми текстурами, очень приятной, скорее даже натуральной и не преувеличенной, и не размытой глубиной. Границы среднего баса хорошо очерчены, затухания заметно быстрые, никаких хвостов, никакой бубнящей поволоки я здесь, друзья, пока таки не услышал. Все звучит чистенько, эмоционально и даже волнующе. Саббас в этих наушниках представлен в разумном количестве, который, должен сказать, здорово оживляет или, может быть, приукрашивает разную синтетическую музыку такой приятной глубиной с ощутимой остаточной вибрацией. Такую музыку мы с вами сегодня и послушаем. Это плейт с композицией Ops, которая и начинается с каких-то невероятно громких, низких и глубоких синтетических ударных. Любителям электронной музыки я настоятельно, если что, рекомендую ознакомиться с творчеством этой группы. Тема средних частот раскрывается этими наушниками очень неплохо. Это, так сказать, неровная, нейтральная и холодная аудиофильская среда и непросаженная или прибитая линия, а музыкальная и даже очень объемная и приукрашенная хорошими эмоциями среда обитания. Ко всему еще, что удивительно, и с неплохим разрешением, с хорошей проработкой микродеталей, внятной передачей трехмерных образов на воображаемой сцене, которая меня, кстати, полностью устраивает своей шириной, но, наверное, все-таки больше глубиной. Голоса звучат в этих наушниках очень естественно, открыто, ни капли не зажато, и они еще заметно выдвинуты ближе к краю воображаемой сцены. Ну и должен, наверное, сказать, что верхний участок средних частот имеет вполне сдержанную и скорее необходимую для передачи эмоций и агрессии. То есть не ждите от этих наушников какого-то резкого звучания клавиш или крикливых женских голосов. С этим здесь все в полном порядке. Поэтому можно будет в них послушать и что-то потяжелее обычного. Но сначала послушаем дарящую, расслабляющую эмоции композицию при Юкопейт в исполнении Мака Демарко. Голос вокалиста звучит здесь на переднем плане, а за его спиной отчетливо слышно щебетание птиц, которые иногда перемещаются слева направо и обратно. Ну и послушайте заодно, как здорово звучит здесь акустическая гитара. А грузить наушники сегодня будем Death Metal в исполнении группы Sentient Horror. Так вот, на этом стиле уже и нужно, наверное, остановиться, потому что все, что тяжелее и быстрее, звучит уже не очень приятно. Высоких частот здесь много, они подчеркнуты, подсвечены, заметно выдаются на передний план и простираются достаточно высоко и удивительно далеко. И это немного не те высокие, которые мы привыкли слышать в китайских наушниках, в которых установлены нонные излучатели. Здесь все-таки заметную роль, я считаю, сыграла установленная арматура от Knowles. Поэтому, в отличие от тех, тут есть очень хорошее разрешение, слоистость, чистота, приличная протяженность и хороший контроль атак, благодаря чему, например, уже в инструментальной музыке немного по-другому начинаешь воспринимать даже звук высоких струн и обращать внимание на какие-то более мелкие нюансы. А не просто слышишь элементарный фоновый звон или, как это часто бывает, замес из неприятных звуков. Сразу хочу сказать, что эти наушники, конечно, вряд ли подойдут в ичифобам, поэтому их нужно или обойти стороной, или, если они все-таки уже у вас есть на руках, повозиться с подбором амбушюр. Ну и, конечно, очень важно, чтобы ваш источник умел справляться с этим диапазоном, и материал был надлежащего качества, а не скачан из ВК, пережатый MP3 с напалом ДЭС или Бузова, иначе эти наушники и вытащат на поверхность весь мусор. А вы в этом скажете, что здесь есть сибилянты. А вот хорошим примером нам сегодня послушает Эрик Шафер с треком Хиросима Мон Амур. Здесь очень много всякого звенящего, шипящего и щелкающего. И все это звучит очень красиво, вполне раздельно и интересно. А перед тем, как закончить сегодняшний обзор, нужно провести, конечно, какое-нибудь субъективное сравнение по памяти. И сравнивать сегодня я буду эти наушники с наушниками, которые имеют и схожую гибридную схему, и схожие элементы, которые установлены в тех наушниках. Это TIN Hi-Fi T3, где также встречается один динамический излучатель и одна балансная арматура от Knowles. Итак, наши наушники звучат поместистее, звучат более объемно и более драйвово. Драйв и объемы эти достигаются за счет, в первую очередь, за счет более заметного акцента на низких частотах, за счет более ударного и мощного баса в тех, насколько я помню, бас был совершенно безжизненный. Его там было мало и он был слабеньким. Средние частоты, опять же, интереснее лично для меня в этих наушниках, потому что они, несмотря на хороший объем, сохраняют неплохую детализацию. В тех, в TIN Hi-Fi T3 средние были более ровные, более, скажем так, плоские и безжизненные, то есть мониторные. И высокие частоты, и по памяти, и там, и там их примерно одинаковое количество. Там они тоже заметные, но здесь при этом же количестве, при этой же, скажем так, яркости, они имеют гораздо интереснее и более интересное разрешение. Ну и, наверное, не будет страшным каким-то грехом, если я сравню эти наушники с недорогими гибридными TRN V90, которые отличаются от этих, может быть, таким, скажем, псевдообъемом, которые достигаются за счет более гулкого и размазанного баса. Когда начинаешь их сравнивать лоб-лоб, то понимаешь, что гораздо интереснее, структурнее, быстрее, четче, очерчение бас именно в этих наушниках. Средние, опять же, жирнее в тех, но опять, снова, в этих разрешениях гораздо интереснее. Более натурально передаются звуки всех инструментов и особенно голосов. Высокие частоты, тут говорить я вообще не хочу, там они просто есть, а здесь они процветают. Красивые высокие частоты. Вот так вот, друзья. Что ж, лично для меня в сегменте наушников до 50 долларов выбор на сегодняшний день очевиден. Модель E3 получилась недорогой, но достаточно высоким уровнем звучания для своей цены. Но жирненько, еще раз напоминаю про высокий характер, которых подойдет далеко не всем, поэтому перед покупкой было бы, конечно, неплохо услышать эти наушники своими ушами и со своими источниками. Повторюсь, мне характер звучания высоких частот и их количество очень понравилось. И не факт, что понравится вам. К минусам, пожалуй, отнесу разве что невзрачный вид, внешний вид и не очень аккуратные торчащие решетки, прикрывающие звуковод. Но это не самое главное, считаю. О самом главном я вам, как смог, сегодня уже рассказал. Надолго не расходимся, друзья. 31 числа меня просто завалило разными новинками, так что впереди нас ждет очень много еще интересного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и бейте в колокол. Еще раз всех с Новым годом. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok